Принцип работы как одно окно Когда нет какого-то центрального лица в учреждении, к которому могло бы обратиться либо спонсор или СРО, либо главный исследователь, все вопросы циркулируют и нет никаких опорных точек. И вопросы запуска исследования могут затягиваться, и запуск и подписание договора, к примеру, длятся до полугода, просто потому что оказывается, что договор не был до сих пор посмотрен юридической службой, или же где-то лежит на подписи у главного врача учреждения. Он даже не знает о том, что в принципе планируется запускать данное исследование. Мы же попытались со своей стороны сделать так, чтобы вся информация приходила к одному конкретному лицу в учреждении, и он мог взаимодействовать отдельно как с главным исследователем и получать от него всю необходимую информацию, так и со спонсором, и с учреждением непосредственно предоставлять учреждению тоже эту информацию. Мы берем на себя как отдел клинических исследований данную функцию, мы получаем всю необходимую информацию. Когда мы запускаем новое исследование, мы получаем всю необходимую информацию от главного исследователя, у него ни о чем не болит голова. Он просто отдал в наш отдел протокол исследований и сказал, что нам нужно, чтобы данное исследование запустилось на ваше учреждение, и я хочу быть главным исследователем. Мы со стороны учреждения, для учреждения отдаем договор, чтобы они все проверили. Просим это сделать их достаточно быстро, чтобы уменьшить сроки запуска исследований. От спонсора также получаем всю информацию, рассчитываем для них бюджет учреждения, который будет заложен в договор с учреждением. Также делаем это достаточно быстро, чтобы максимально ускорить процесс запуска исследований. В конечном итоге, в чем работа и в чем принцип работы как одно окно? Это взаимодействие со спонсором, то есть сбор и предоставление всех необходимых документов. Если необходимо заключить какие-то договора со сторонними учреждениями на доп. исследования, вообще не проблема. Это также помощь в работе непосредственно с учреждением, то есть оперативное подписание договоров, оперативная передача всей информации в ЛЭК. И вообще, в принципе, то есть сопровождение на всех уровнях. Представление интересов учреждения. Мы занимаемся непосредственно расчетом бюджета для того, чтобы учреждение могло также получить какие-то средства за выполненную работу. Проверяем, чтобы учреждению вовремя оплачивались все процедуры, которые они выполнили. Бывает такое, что... Никому, конечно, это будет сказано не в обиду, но бывает такое, что спонсор долгое время не оплачивает работу учреждения. Могут годами висеть неоплаченные процедуры КТ или какие-либо исследования лабораторные. Также для учреждения мы кооперируем всю работу. То есть не надо главному исследователю ходить сначала в юридический отдел, просить, чтобы они там посмотрели договор отдельно. Потом идти в бухгалтерию, просить, чтобы там рассчитали бюджет. В планово-экономическом запросить еще какую-то информацию. Мы все это агрегируем на себя и полностью помогаем главному исследователю заниматься именно исследовательской работой. Заниматься его врачебной работой, которой он и должен заниматься. Главный исследователь, врач, он не должен заниматься подписанием каких-то договоров и согласованием данных документов с юристами. Также мы помогаем главным исследователям и в плане набора пациентов. И об этом уже расскажет непосредственно моя коллега Коновалова Аксения Евгеньевна. Андрей, спасибо большое. И в своем докладе я бы хотела коснуться некоторых аспектов принципа одного окна именно с клинической точки зрения. И хотелось бы для начала выделить ряде преимуществ в работе именно по такому принципу. Во-первых, это работа центра в рамках одного учреждения по единым принципам, что на самом деле является очень привлекательным и для спонсоров, и для СРО. Также это создание единых СОПов. И здесь хотелось бы сказать, что на самом деле создание СОПов является очень важным, очень нужным моментом, так как когда у тебя есть написанные и задокументированные правила, по которым ты должен работать, твоя работа на самом деле происходит намного быстрее. Также по принципу одного окна возможно очень широкое использование функции бэкапов, что очень актуально в период современной эпидемиологической обстановки. И если вдруг одно отделение попадает в тяжелую ситуацию и, возможно, уходит на вынужденный карантин, или как-то его работа меняется, использование бэкапных площадок, бэкапных ресурсов СОИ-исследователей, исследователей, стади НЕРС, оно позволяет продолжить работу и непрерывно функционировать, и выполнять все требования, все процедуры в рамках клинического исследования. Таким образом, даже в тяжелой эпидобстановке работа центров не прекращается. Также, работая по данному принципу, возможно создание внутренней системы контроля качества, что также является очень привлекательным и для внутреннего коллектива, и внешне является очень привлекательным. Ну и, естественно, это обеспечение централизованного рекрутинга пациента. И хотелось бы отдельно остановиться на наборе пациентов. Если рассмотреть данную ситуацию где-то пару лет назад, то привлекая пациентов в исследование, основное, то, что было для них привлекательно, это качественное и эффективное лечение. И ничего больше пациента не интересовало, потому что только в рамках клинического исследования пациенты могли получить высокоэффективное, дорогостоящее лечение, такое как таргетная терапия, иммунотерапия. Однако в последние годы ситуация в данном моменте изменилась. И на следующем слайде вы видите распределение бюджета на лекарственное лечение именно в онкологической сфере за прошедшие два года, 2018 и 2019 год. Здесь наглядно видно, насколько изменились дотации и насколько доступность таких видов терапии, как иммунотерапия, таргетная терапия, она стала, скажем так, доступна более широким массам населения. Все это связано с изменением нашей юридической базы, с тем, что появился приказ номер 229 от 2013 года, и с ним вместе понятие КСГ навсегда вошло в нашу жизнь. Плюс федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями, который обеспечил вливание колоссальных финансовых потоков именно в сферу лекарственного обеспечения пациентов с онкозаболеваниями. Тем самым доступность высокоэффективного лечения в рамках МС повысилась просто в разы. Таким образом, возвращаясь к слайду с раздумывающим пациентом о том, принять ли ему участие в клиническом исследовании, мы видим, что вопрос лекарственного обеспечения уже не является таким определяющим. И именно поэтому, скажем так, пациента нужно привлекать, его нужно чем-то завлечь для того, чтобы он принял участие в клиническом исследовании. Здесь мы уже имеем дело с тем, что мы должны его мотивировать возможностью бесплатного обследования, более тщательным наблюдением медперсонала, индивидуальным подходом, может быть, какими-то бенефитами в виде такси, может быть, мотивацией в плане социальной значимости. То есть пациентам есть над чем подумать, прежде чем принять участие в клинических исследованиях. Итак, как же найти ту когорту пациентов, в которой было бы эффективно привлекать пациентов в клинические исследования? В рамках нашего учреждения отбор пациентов и вообще, в принципе, определение онкологической тактики осуществляется в соответствии с законом, с приказом Министерства здравоохранения 915, который гласит, что тактика обследования и лечения устанавливается консилиумом врачей. Так вот, такие онкологические комиссии в нашем диспансере происходят на регулярной основе один раз в неделю, на которых представлены все новые клинические случаи выявленных онкологических заболеваний или же та ситуация, когда пациентам нужно поменять тактику лечения. За работу одной комиссии мы просматриваем порядка 150-170 клинических случаев. Из них порядка 20-30 пациентов могут быть потенциальными кандидатами для участия в клинических исследованиях. В этот же день пациент информируется о том, что он может быть участником клинического исследования, с ним проводится беседа, ему предлагается, может быть, информированное согласие. И с работы каждой комиссии порядка 8-10 пациентов могут стать потенциально скринированными пациентами. Таким образом, благодаря вот такой вот работе мы обеспечиваем выполнение своих обязательств перед спонсором, перед СРО, ну и, в принципе, эффективно взаимодействуем. Спасибо большое за внимание.